Всем привет! Меня зовут Никита Болдырев. И сегодня продолжаем тему сольного джазового исполнительства. И вот о чем бы я хотел поговорить. Дело в том, что даже великий Джо Пас говорил, что через 40 минут на его концерте люди устают, он это чувствовал. И надо понимать, что публика на концерте Джо Паса, конечно, особенная публика, и тем не менее уставание было неизбежным. И в связи с этим я хотел бы обсудить то, как мы можем избежать однообразия. Один из вариантов, на мой взгляд, это использование не джазовых элементов в джазовой музыке. Есть ряд стандартов, которые к этому располагают. Ну, например, такие стандарты, как Спейн, Чакори, Караван, Ночь в Тунисе. Сегодня я покажу произведение, продемонстрирую произведение, которое называется Испанский вальс Юрия Маркина, который я бы отнес к этому виду стандартов. Я сыграю, а потом расскажу, как я пришел к этой аранжировке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, испанский вальс. Ну, как вы заметили, здесь используются элементы не только джазовые, здесь есть арпеджио, немножко разгада. Но самым главным звеном, которое меня вдохновило на эту аранжировку, оказалась одна культурная ассоциация, которая привела меня к Исааку Альбинису и его произведению «Кадис». Я процитирую, особенно для тех, кто не в курсе, как она звучит. Вот такая вот пьеса. И вот этот фактурный прием я решил примерить в вторую часть джаз-вальса Юрия Маркина. И в джаз-вальсе она звучала... И вот эта же тема... Это очень освежает. И вообще я хотел бы сказать, что всякий раз, когда у вас возникает какая-то культурная ассоциация, какая-то идея соединения джаза с не-джазом, ее надо оценить и обязательно реализовывать. Таким образом, это очень сильно освежит ваш репертуар и слушать его будет интереснее.